Макси Маркетс – единственный финансовый брокер, входящий в ассоциацию российских банков и в ассоциацию региональных банков России. Аналитику от Макси Маркетс используют порталы Вести Финанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка. Здравствуйте! Сегодня 28 августа. Вы смотрите ежедневный обзор и прогноз рынка от Макси Маркетс. Вчерашний день на валютном рынке прошел под знаком снижения доллара против всех основных валют. Отчасти это было связано с прошедшей в Минске встречей президентов стран Таможенного союза Украины и представителей ЕС, на которые обсуждались пути выхода из геополитического кризиса. И хотя никаких решающих договоренностей заключено не было, сам факт встречи и решение продолжить переговоры повлияли на укрепление единой валюты. Кроме того, снижение доллара носило также и технический характер, так как американская валюта в последнее время была значительно перекуплена и по отношению к большинству национальных валют. К тому же вчера на рынке начали циркулировать слухи от источников близких к ЕЦБ о том, что европейский регулятор на своем заседании, намеченном на следующую неделю, вероятно воздержится от принятия новых стимулирующих мер. Все эти позитивные для евро импульсы активизировали покупки единой европейской валюты, курс которой от азиатского минимума 1.3152 откатился к концу дня к уровню дневного максимума 1.3209. В нашем прогнозе на четверг предполагаем продолжение коррекционного роста валюты к целевым уровням 1.3215, 1.3242, 1.3260 и, возможно, выше к ценовому уровню 1.3283. В условиях отсутствия значимых экономических новостей и как следствие собственных драйверов для движения, фунт-доллар на вчерашних торгах дублировал ценовую динамику единой европейской валюты, усиливая при этом коррекционный откат фунта от ранее достигнутых минимумов. К середине дня валюта протестировала на подъеме зону недельных максимумов 1.6605, но затем несколько сдала позиции, откатившись на американской сессии к уровню дневного разворота 1.6573. Настрой рынка по отношению к фунту остается все еще негативным, однако быки уже активнее начинают покупать пару на ее нисходящих откатах. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем возобновление подъема курса британской валюты в новом цикле восходящего движения целевые уровни подъема 1.66, 1.6624 и 1.6668. Наши рекомендации по движению драгоценных металлов на четверг. Разнонаправленное движение котировок на вчерашних торгах практически не изменило положение золота относительно его основных уровней поддержки и сопротивлений. Ближайшее краткосрочное сопротивление для него находится сейчас на уровне дневного разворота – 1.284 доллара. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующим целям – 1.285-1.292 доллара и, возможно, к 1.295 долларов за унцию. Ближайшая поддержка металла проходит по ценовому уровню 1.280 долларов в часовой таймфрейм. Если она будет прорвана, станет возможным дальнейшее снижение золота к ценовым уровням 1.277, 1.271 и 1.268 долларов за унцию и ниже. В нашем прогнозе на четверг предполагаем возобновление роста стоимости металла от уровня дневного разворота – 1.284 доллара за унцию к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Серебро на вчерашних торгах также продемонстрировало волатильное разнонаправленное движение, но в итоге завершило дневную торговлю в плюсе, зафиксировав позиции в зоне дневных максимумов. Ближайшее сопротивление для металла проходит сейчас по ценовому уровню 19.55 долларов в часовой таймфрейм. Если возобновится движение наверх, и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к целевым уровням 19.60 долларов и 19.70 долларов за унцию. Ближайшая поддержка серебра на часовом таймфрейме расположилась на уровне 19.42 долларов. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к целевым уровням 19.30 долларов и 19.20 долларов за унцию. В нашем прогнозе на сегодня ожидаем возобновления подъема металла к вышеназванным целевым уровням сопротивления. В экономическом календаре четверга Еврозона опубликует индикаторы потребительской и экономической уверенности в промышленном секторе и секторе услуг. Германия отчитается по предварительному индексу потребительских цен, а также по количеству безработных и уровню безработицы в стране, приведущий показатель 6,7%. Великобритания представит данные по объемам розничных продаж от конфедерации британских промышленников, а в американской статистике выйдут еженедельные данные по количеству первичных обращений за пособиями по безработице, июльские изменения объема незавершенных сделок по продаже жилья, уточненные данные по изменению объема ВВП за второй квартал, а также квартальные индексы личных потребительских расходов. Более подробную информацию по движению валют на рынке смотрите на сайте maximarkets.ru. Желаем вам удачных и прибыльных торгов на рынке Форекс. MaxiMarkets – единственный финансовый брокер, входящий в Ассоциацию российских банков и в Ассоциацию региональных банков России. Аналитику от MaxiMarkets используют порталы Вестифинанс, банкир.ру и другие лидеры финансового рынка.